Это видео для тех, кто принял уже все меры по оптимизации своего сайта на WordPress, оптимизации скорости загрузки сайта. Что делать, когда сайт долго загружается, но там все необходимое, все плагины, которые вы используете, они вам все нужны. Что еще можно сделать для сайта, чтобы как-то ускорить его работу или хотя бы украсть ее? В этом видео пойдет речь о специальном плагине, который позволяет показывать прелоудер, так называемый, предзагрузку страницы, которые можно брендировать, то есть показывать свой логотип вашего сайта и так далее. Как, например, вот сейчас я обновляю, вот здесь вот вы можете видеть. Это быстро пробегает, потому что у меня сайт находится на локальном компьютере, поэтому быстро на хостинге будет дольше. То есть, что можно сделать еще, чтобы пользователи нашего сайта не ушли, не дождавшись загрузку сайта? Когда пользователь увидит, что идет процент, загрузка сайта вот-вот загрузится, видит логотип, таким образом у него больше мотивации остаться на вашем сайте. Давайте рассмотрим специальный плагин, который делает такой прекрасный прелоудер. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе суперсайт, а я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Переходим в админку сайта WordPress, переходим в плагины добавить новый, в поле поиска вбиваем вот такое название. Находим вот такой плагин. На самом деле, прелоудеров разных, я так полагаю, много, потому что вот вижу еще один, вот еще один. Эти я даже не смотрел, может быть, они лучше. Но у этого 10 тысяч плюс активных установок, 96 лайков, так скажем, да? Здесь 10 тысяч, но лайков больше. Может быть, этот вот даже и лучше. Но я его не смотрел, я смотрел вот этот. О нем и поговорим. Он у меня уже установлен и активирован. Настройки плагина находятся в настройках. Вот позиция. Переходим сюда. К сожалению, плагин не на русском языке, но здесь все просто. В начале вы можете видеть огромные видео про лейр, YouTube с инструкцией от разработчика, как его настроить. Дальше, ниже давайте бегло пробежимся по основным настройкам. Enable location, то есть вот эта галочка включить, она у вас уже включена. Display close, показать кнопку закрытия. На самом деле, это надо смотреть на сайте. На локальном хосте я никакой кнопки закрытия не вижу. Давайте ниже эти все опции можно оставить как есть. Здесь можно исключить страницы по идентификатору на тех страницах, которым не надо показывать данную предзагрузку. Ну, например, вам надо не на всех страницах эту предзагрузку. Дальше вот здесь вы выбираете. Я все-таки рекомендую выбрать лого. И вот здесь вы нажимаете загрузить логотип своего сайта. И вот сюда нажимаете. Для того, чтобы у вас вместе с предзагрузкой был свой логотип. Вот он показывается. Если без него, то можно взять цвет, background, color, заливка, заливка картинкой, может быть. Вот, я выбираю все-таки лого. Здесь, кстати, можете выбрать вариацию, кликнув прямо по вот этим вот анимационным иконкам. Это как будет выглядеть предзагрузка. Кнопка сохранения. Вот внизу у нас находится сохранение изменений плагина. Вот вы видите, вместо моего логотипа сейчас был предзагрузка от плагина. Я все-таки рекомендую ставить свой логотип. Настроек немного. Они, в принципе, здесь и не нужны. Самое главное, что можно здесь разделить, не показывать на страницах. Получился вот такой небольшой урок. Полезный? Да. Почему бы нет, да? Брендировать страницу предзагрузки смотрится красиво. Будет смотреться красиво, когда сайт реально будет тяжелый. На каждой странице, переходя на каждую рубрику, на каждую запись, это будет. Субтитры сделал DimaTorzok